Юридический диктант в минувшие выходные писали по всей стране. В Чебоксарах проверить свои знания можно было на нескольких площадках. Одна из них – Чувашский государственный университет имени Ульянова. Прошло тестирование и наш корреспондент Ольга Пырочкина. Диктант тотальный, географический, этнографический. И вот теперь россияне пишут диктант юридический. Хотя на самом деле это скорее тестирование. И в отличие от предыдущих диктантов, юридический диктант проходит за компьютерами. В тесте 30 вопросов. Справиться с ними нужно за час. Спустя 5 минут после начала подходим к участникам. К этому времени большинство ответили уже наполовину. Пока не сложно. Какие-то вопросы для примера назовите. Насколько лет избирается президент Российской Федерации? Кто является источником власти в Российской Федерации? Сколько субъектов состоит в нашей Российской Федерации? Сколько? 85. Участники собрались подготовленные. Это в основном студенты юридического факультета и работающие в этой области специалисты. Однако организаторы отмечают, суть акции не в том, чтобы проэкзаменовать лиц с соответствующим образованием. Быть юристом по профессии это одно. А в жизни, даже если вы не юрист, все равно нужно знать эти нормы права. По крайней мере нужно располагать и понимать, куда нужно обратиться для того, чтобы получить квалифицированную помощь. И своими правами и обязанностями должным образом распоряжаться. Из тех, кто никак не связан с юриспруденцией, оказывается только наша съемочная группа. Решаем пройти тест. Сначала нужно ввести данные о себе. С этим заданием я точно справлюсь. Первый вопрос. Выберите верное утверждение в отношении наименования российского государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Выбираю пункт. Наименования Российская Федерация и Россия являются равнозначными. И это правильный ответ. На большинство вопросов действительно можно ответить без подготовки. Каждый знает, что вправе требовать покупатель, если ему продали некачественный товар. Впрочем, есть и такие вопросы, на которые приходится отвечать наугад. К примеру, начиная с какой суммы граждане должны оформлять сделки между собой в письменном виде? 3, 5, 10 или 20 тысяч рублей. Еще одна отличительная черта данного диктанта – результаты участники узнают сразу. У меня итог 75 баллов из 100 возможных. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика.